Друзья, вы на Ньюсейдере, я Александр Кушнарь, сегодня 24 февраля. Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции в районе Кременной Луганской области. Такие данные представил военный аналитик, действующий под ником Кравчук. Он известен своими крайне трезвыми и объективными наблюдениями за ситуациями на конкретных участках фронтов, поэтому вот этот его вывод, сделанный с приложением картографической иллюстрации, заслуживает нашего внимания. По его словам, украинцам удалось продвинуться и занять часть лесопосадки между селами Невская и Чернопоповка. Такой результат был достигнут в ССУ на фоне информации о разгроме россиян в Сватовско-Кременном районе. Эти данные были подкреплены видеоматериалами. До 2 февраля в телеграм-канале оперативной ВСУ появились видеокадры, которые, как сказано в комментарии, показывают уничтоженную под Кременной бронетехнику интервентов. Вот эти кадры сделал украинский солдат, участвовавший в том бою. Из-за ограничений Ютуба я размещаю эти записи в своем телеграм-канале. Они очень важны для понимания того, о чем идет у нас здесь речь. Чтобы увидеть эти кадры, перейдите прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео или на этом экране в правом верхнем углу. Показывая горящий российский танк посреди леса, украинский боец выкрикнул «спалили танк, горит». Там же размещены еще три видео из этого района, только уже снятый с украинского дрона. Голос за кадром говорит, показывая надымящийся российский танк. «Вот, ну смотри, и этот тоже горит», — сказал он, имея в виду очевидное, что уничтожены были как минимум два или больше российских танков. Позже появились кадры, которые показывают, как утверждается, колонны вражеских танков, остановленных под Сватово в ходе попытки двинуться на деоккупированное село Новоселовское. На видео, которое вы опять же можете найти в описании к этому ролику или в правом верхнем углу на этом экране, на одной из российских машин происходит детонация при попадании туда украинского снаряда. Искрящийся кусок металла отлетает в поле, завершая бесславную судьбу и самой машины, и, по-видимому, тех, кто в ней находился. Из комментариев главы Луганской военной обл. администрации Сергея Гайдая следует, что в последние дни под Кременной враг пытался вести штурм дважды. В первый раз он задействовал две роты, танковую и пехотную, чей разгром был запечатлен как раз-таки вот на том упомянутом ранее видео. Ну а во второй раз, 23 февраля, то есть вчера, противник попер уже тремя ротами под Кременной. Однако, говорит чиновник, снова был отброшен и потерял порядка 70 человек личного состава. Промалили россияне и танковую атаку под Сватово. Спокойно, по его словам, и в Белогоровке, еще одном населенном пункте, который оказался не по зубам интервентом. Причиной затишья Гайдай назвал усталость российских войску от поражения и вызванную этим деморализацию. На сегодняшний день ситуация выглядит таким образом. Белогоровский направление более-менее стабильное. Что касается Кременной, вчера нацгвардейцы 15-го полку отбили наступ, который российские оккупационные войска пробовали сделать и большими достаточно силами. Там три роти пошло в наступ. Повернулись только две. Одна рота, там где-то более 70 россиян, там уже 200-ми залишилось. И Сватовский направление, там так же спробовали россияне сделать наступ, но уже там тяжелой техникой. Наши артиллеристы отработали, 92-я бригада их там стримала. Ну вот, они с втратами повернулись назад. Мы с вами, в свою очередь, должны отметить удивительную схожесть увиденных кадров с этого направления, с тем, что недавно произошло под угледаром. И там и там противник использует одну и ту же тактику. Тактику наступления колоннами, которые, будучи крупными целями, становятся сравнительно легкими добычами украинских сил. Несмотря на кажущуюся незначительность, описанную выше, прогресса в СО, этот прогресс действительно важен. Ведь надо иметь в виду то, какие силы Россия сосредоточила на вот этом направлении под Кремной Сватово и какие задачи она там поставила. Планы российского командования заключались в том, чтобы нивелировать контрнаступательные успехи в СО, достигнутые в прошлом году, а именно снова захватить Лиман, выбить украинские подразделения на восточный берег реки Оскол и в конечном итоге полностью захватить Луганскую область в соответствии с теми декларациями, которые не устает произносить глава российского террористического режима. С этой целью в последние недели агрессоры сосредоточили в районе Кремной колоссальное количество ресурсов, подкрепленных десятками тысяч мобилизованных и проводили там массированные атаки с небольшими тактическими успехами для себя. На самом деле, с кратным превосходством живой силы и техники, которую есть у россиян не только под Луганском, но и практически по всему фронту, странно, что они вообще не смогли практически никаких успехов добиться и уж точно никаких оперативных успехов. Однако, по факту, это именно так. Так, давайте посмотрим на карты и максимум, чего они смогли там за последний месяц добиться в этом районе, это покусать мелкие селения вроде Деброва, но не более. Вот почему так важны последние сообщения о продвижении ВСУ к Чернопоповке на фоне успешного отражения российских атак в этом районе. Это отражает, что даже с куда меньшими силами, пока еще без современной, тяжелой западной техники, украинцы способны давать врагу отпор на самых тяжелых участках и даже переходить в контратаки. И то, что произошло на Луганщине, это не единственный пример. В эти же дни аналогичная история произошла под Маренкой в Донецкой области. По данным наблюдателей, 22 февраля россияне на тяжелой броне уже вошли было в хутор, но получили эффективный отпор уже на территории населенного пункта. Украинцы ответили пусками дживелинов, подбив танк и уничтожив как минимум три бронемашины пехоты. В результате чего противник был выброшен из села и отступил. Еще более интересная ситуация сложилась под Углидаром, где недавно была уничтожена, как известно, целая российская бригада с Дальнего Востока. Но, точнее говоря, она была повреждена настолько, что перестала существовать. Сами же российские пропагандисты говорят, что ситуация на этом участке значительно ухудшилась для оккупантов в последние дни. Адезная прикремлевская Марина Харькова, называющая себя военкором, написала буквально следующее, цитирую, «Под Углидаром у России отход на позиции годичной давности на некоторых участках», заявила она, заодно признав, что на захваченных территориях очень сильны проукраинские настроения. Вашингтонский институт изучения войны подтвердил в своей недавней сводке, что наступление россиян на линии сватого криминала действительно застопорилось из-за больших потерь у них. А под Углидаром, где российское командование снова готовится бросить свою саранчу в бой, у захватчиков и вовсе низкий моральный дух из-за предыдущих неоднократных фиаско. Держится, как видим, и украинский бахмут, вопреки всей сосредоточенной, опять же, российской мощи на этом направлении. Несколько дней назад командир украинского подразделения аэроразведки с позывным «Мадьяр» рассказал, что на подмогу бахмутским защитникам идет тяжелая военная техника, в том числе танки, а также собирается армия дронов в количестве 500 единиц. По данным Госпогранслужбы Украины, накануне 23 февраля украинские защитники в районе Бахмута отразили три вражеских атаки. Те лезли при поддержке артиллерии авиации, однако ВСО вывели наступающие группы с помощью беспилотников и вовремя навели на них огонь украинских минометов и артиллерии. Тем из оккупантов, которым все же удалось приблизиться к украинским позициям под Бахмутом, ВСУ навалялись стрелкового оружия и уничтожили их. Так проходят бахмутские дни. И сказано следует, что общий смысл украинских операций по всем фронтам остается прежним – удержать позиции в ожидании подхода основных сил с тяжелой бронетехникой. Вот здесь возникает вопрос, а как же будут выглядеть все-таки вот эти новые украинские бригады? Отчасти на этот вопрос ответил глава Пентагона Лой Тостин. В своем недавнем интервью СНН он с загадочной улыбкой рассказал о том, что прямо сейчас американские военные тренируют и снаряжают несколько украинских механизированных бригад специально для того, чтобы эти бригады были способны прорывать российские оборонительные укрепления. И среди оружия, которое им поможет в этом, министр назвал дополнительную артиллерию, которую поставят, как следует из его слов, Соединенные Штаты. Ну и не только они видны. Обещанные западом игрушки уже пошли в Украину. Сегодня польский министр обороны Мариуш Блащак объявил, что первые танки «Леопард-2» уже находятся на территории Украины. А украинский премьер уже показал фотографии четырех «Леопардов» из Польши. В то время как Германия, Португалия и Швеция, опять же, это сегодня стало известно, решили передать в СУ 31 танк «Леопард-2», одной из самых последних модификаций, А6, чтобы украинцы могли сформировать вот именно из этих передовых машин полноценный передовой танковый батальон. Разумеется, это только первая капля в море современной высокотехнологичной брони, которая скоро сотнями тонн, мы все надеемся, пойдет в СУ. Для российской армии это означает, что грядет миссрубка вселенских масштабов. И эта миссрубка значительно повысит даже те ужасные потери, которые россияне несут прямо сейчас. Ведь их нынешние лишения действительно огромные. Только за два последних дня Россия, по данным гирштаба ВСУ, потеряла почти 1800 солдат убитыми, 29 танков, 31 бронированную машину пехоты, 18 артиллерийских систем, 3 ракетных систем залпового огня, 4 системы ПВО и более 10 единиц автотранспорта и еще какое-то количество дронов. Ну а группа Орикс, ведущая подсчет потерь сторон на основе фотоподтверждений, только за 23 февраля насчитала 28 единиц разбитой или захваченной российской техники. Как видим, однозначно подтверждено уничтожение 4 танков, 5 боевых бронированных машин, 4 тяжелых гаубиц, 5 бронированных тягачей и 3 грузовиков, а также подбитие 3 БМП и захват еще 3 БМП России. Все это лишь доказывает адекватность подсчетов потери врага, которые ведет украинское командование. Рано как и отражает факт того, что российская армия сильна только одним, невероятным количеством военной техники, которая отчасти стала возможна благодаря советскому наследию, а отчасти благодаря баснословным нефтегазовым доходам, которыми Запад, опрометчивая два десятилетия, пичкал российский режим, совершенно не задумываясь о том, что все эти сотни миллиардов долларов пойдут на строительство орудий убийства для захвата и Украины, и Восточной Европы, да и вообще для разрушения всего Запада. Тем не менее, даже с такими колоссальными запасами прочности Россия теряет вооружение быстрее, чем успевает восстанавливать их. Недавно замеченный на фронте БТР-50ПК, разработанный 70 лет назад, это как раз доказательство истощенности России. Даже российские пропагандисты признают, что это означает только одно. Дефицит бронетехники на складах, а также неспособность оборонного комплекса производить БТР-82 и БТР-3 в достаточных количествах просто-таки очевидны. И здесь следует привести слова нашего израильского коллеги, военного эксперта Сергея Услендера, который в свое время лично сталкивался с БТР-50ПК. Так вот, он говорит, что это абсолютно старый и абсолютно неэффективный для современного боя машины. Цитирую его. БТР-50ПК выпускать начали в 1952 году. Последний был произведен, тадам, в 1970-м. Самый, извиняюсь, молодой, старше, чем полвека. Что от них осталось, учитывая, в каких условиях их хранят, можете вообразить. Броня там примерно как картон. Ходовые качества, гибрид улитки и черепахи. Скорость по пересеченной местности 10 км в час. Даже мотолыга, то есть МТЛБ, по сравнению с ним. Шедевр военпрома и технической мысли. В 1993 году отправили нас от военной кафедры на сборы под Лесозаводск. И там на занятиях вождения выдали именно что БТР-50ПК. Народ удали 4 штуки. Налет вражеской авиации не справился бы с этой броней лучше. Два сломалось сразу, а два на следующий день. Потом нам всем поставили зачет, чтобы не портить показатели. Так что в СУ даже не придется тратить драгоценные дживелины и стуны. На это ископаемое Г сломаются сами. Трудно представить себе более яркую иллюстрацию деградации Второй армии мира, которая за год прошла путь от танка «Армата» до БТР-50ПК. Ну что ж, сегодня, в годовщину российского вторжения в Украину, эшелоны с устаревшими БТРами сталинских времен выглядят особенно символично. Террористический сброд Путина, именуемый вооруженными силами России, не только применяет тактику армии Сталина в виде забрасывания противника волнами живого мяса, но и применяет железо армии Сталина. И, к счастью, на этот раз против армии Сталина воюют те, кто когда-то снабжал ленд-лизом саму армию Сталина. Друзья, я напоминаю, что мы ведем сбор для грузинского легиона уже второй по счету после того, как первый успешно завершился. Благодаря вам собрано было 24 тысячи евро на дрон с комплектацией, и он уже работает на передовой. Так вот сейчас мы работаем над тем, чтобы собрать средства для следующих очень важных вещей. Две менее электростанции, но на них мы уже собрали, и 12 приборов ночного видения, на один из которых мы опять же уже собрали. И как раз сегодня я перевел почти 5 тысяч евро той организации волонтеров Литвы, которая как раз и осуществит закупку вот этих самых средств. И, соответственно, на данный момент нам необходимо собрать еще на один из приборов ночного видения, каждый стоимостью 3300 евро. Итак, все, кто хочет поддержать грузинский легион, который, как и вооруженные силы Украины, сейчас готовится к масштабному наступлению, могут перечислять средства через PayPal, банковский счет и карту, ресурсы, ссылки на которые я даю в описании к этому видео. Низкий вам поклон за вашу поддержку. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok